Всем добрый день! В эфире ПЛН-ФМ программа «Город Азор» и мы ее ведущие Николай Мельков и Александрий Лисеев. На прошлой неделе мы говорили про осадки, про гололед на дорогах, и наша программа вызвала отклик. В комментариях на сайте ПЛН, в группе ВКонтакте «Псковской ленты новостей» Наталья Григорьева написала такой комментарий, «А вот так вот почищен надземный железнодорожный переход, а это каша, когда вы спускаетесь, тут ничего не чистится, а вот это освещение ничего нет». То есть это она ведет речь про, я так понимаю, пешеходный переход, пешеходный мост, который ведет от вокзала к району болота. То есть там сразу несколько проблем. Мало того, что не почищено, кроме того, там нет освещения, то есть это банально небезопасно. Поэтому, наверное, сегодняшнюю программу мы посетим безопасности пешеходов, и это будет у нас такая, ну, расширенная версия. То есть не только про каши на дорогах, не только про освещение, но о многом другом. Согласен, Николай? Да, ну смотри, после этого сообщения я сам лично видел, что на данном мосту пешеходном были замечены рабочие, которые его все-таки расщищали. Также у нас были у людей замечания вообще по мостам, по пешеходным частям, что дороги почистили, а по пешеходам забыли. И, к счастью, все-таки ситуация чуть улучшилась, но стоит отметить, что все-таки снегопада пока не было. То есть успели... Ситуация улучшилась на данный момент. Да, на данный момент успели разобрать то, что выпало до этого. То есть не факт, что если тут выпадет сейчас снег в ближайшие дни, опять все это не станет такой же подъемной ситуацией. Но вообще очень странно, что такие важные объекты, ну, сейчас как мосты, в том числе и пешеходные, да, они довольно плохо чистятся. Все-таки это довольно опасный объект. Ты можешь упасть с лестницы, можешь упасть на проезжую часть, да, под машину. И тогда тут уже будет вопрос у других органов уже. И не только, как бы, к средству. Почему не было почищено и организовано все это мероприятие. То есть вот это самый важный вопрос. А вообще, если говорить про пешеходов, у нас в городе есть такая тенденция, да. Так, какая? Сейчас ставим, ну, мы это не конкретно, я там, или комиссия по БДД, или убитые в дороге. Ну, мы это, в общем, в целом город, да, у нас ставят почти что на каждом пешеходном переходе светофор. Весь октябрьский, сейчас их там понаставили, да, сейчас ставится новый светофор на улицу Киселева. Все это, как раз, как говорит ГИБДД, повышает безопасность пешеходов. Ну, это ведь норматив, то есть если четырехполосная дорога, то ставфор должен быть. Да, это есть требование ГОСТа, только там не четырехполосная, там написано при трехполос и больше, должен быть установлен при определенных условиях. Но почему-то никто еще там ни разу не показал, выполняются эти условия, интенсивность пешеходов, машин, сколько ходят, то есть даже нету расчетов. Но самое интересное, что я постоянно говорю, почему тогда вы не читаете ГОСТ, который еще с 93-го года действует и является обязательным, почему у нас не появляются островки безопасности? И тогда можно было половину светофоров не ставить, пешеходу переходило бы спокойно две части дороги, а не прибегало, получается, через всю огромную пешеходную площадь, потому что ему нужно сразу перескрыть через четыре полосы и успеть впереди, чтобы его еще не сбили. Вот я тебе отвечу, Николай, к нам приходил как раз начальник ГИБДД Попскова Владимир Паппорт, и он сказал, что на существующих дорогах не хватает ширины, чтобы сделать полноценный строй безопасности. Он говорил, что возможны аварии, потому что могут просто автомобилисты наезжать. Вот тут ты согласен с этим? Я соглашусь, но чуть-чуть, в части то, что они могут наезжать, это я не спорю. Ты же сам видишь, что половина аварий происходит, ладно, что из-за скорости, но в городе большинство аварий происходит. Ты посмотри, у каждого второго, даже не первого автомобилиста, что в руках? Не считая руля, правильно, телефон. Но почему-то они вечно нам пишут в соцсетях, что почему эти пешеходы приходят, где они в положенном месте еще в наушниках, но хотят, что сами сидят в телефонах и не замечают. Вообще это очень странно, когда на большой широкой дороге водители умудряются наезжать на искусственные препятствия или естественные препятствия и не видят их. Это возникает у меня вопрос вообще, куда они смотрят. И, конечно, вот в этой части я соглашусь, что Владимир Анатольевич правильно сказал, что водители будут наезжать, потому что они совсем автористы отвыкли уже ездить все-таки нормально и привыкли, что им дают огромные широкие дороги. Вообще по новым требованиям ГОСТа, там есть и рекомендация, сроки безопасности можно установить даже на двухполосных дорогах, даже существующей сети. Просто у тебя будет происходить сужение полос, и ты будешь сидеть более здесь уже осторожен. Ну, наши автомобилисты привыкли к другому. Ты только вспомни, мост 53 октября после реконструкции. Помните, до реконструкции у нас было четыре полосы, на котором, кстати, не происходило аварий. Все было нормально. Так. И было две больших пешеходные части по 2,20 метра. Я там сам мерил, послал огромный пост. Что после реконструкции у нас привели мост, как говорят, к нормативному значению проезжей части. Но, к сожалению, это произошло за счет пешеходной части. Ну, у нас часто так происходит. Теперь, получается, пешеходы на массу 50-летия октября разойтись двум пешеходам. Ну, ведь... А если это еще и с велосипедом. Да, велосипедисты, с колясками. А вот требования, допустим, по маломобильным группам, что у них проезд должен быть больше, и должны быть площадки для отдыха, вообще никак не выполнены. Ну, они могут тут нам говорить, что они пришли в госэкспертизу. Но госэкспертизу, это вопрос, я уже узнал, практически не рассматривала. Поэтому безопасность природных очень важна в этом плане. Потому что у нас почему-то в последнее время, как делается для автомобилистов, мы забываем для пешеходов. Ну, это такая, конечно, тенденция немножко опасная, потому что если что-то делать, наверное, для пешеходов, будут говорить об ущемлении, а когда что-то делают для автомобилистов, это считается нормой. Я тебе скажу даже иначе. У нас такая же, когда делается и для пешеходов, и для автомобилистов, например, прикоснуться к какой-нибудь улице или моста. Я на Фабриицу, Троицкий мост, да. Большинство автомобилистов, я помню, не получит это слово, ноют. Но это в соцсетях, что им теперь пришлось улицу объезжать. Но когда они тут же пишут про пешеходов, что очень близко к пешеходному переходу, надо его убрать, и чтобы пешеходы шли по 200 метров, по 300, до пешеходного перехода шли обратно, это нормально. Надо понять, что ты едешь в машине с комфортом, в тепле, но тебе лень проехать полкилометра, объехать улицу в Фабриицу. Или ты должен идти, почему-то, в дождь, в снег, в мороз, но уже пешком. А вот, кстати, давай... Они считают, что это нормально. Да, обсудим пешеходные переходы, то есть насколько, вот ты считаешь, они расположены в правильных местах или нет, должно ли их быть больше или нет. Потому что кто-то говорит, что они расположены часто. При этом на каких-то участках их, мне кажется, явно не хватает, просто потому, что люди перебегают, особенно где остановки, просто потому, что нет перехода, а идти и возвращаться, ну, не каждый захочет. Да, это момент безопасности, но вот это какой момент безопасности? Это надо ставить заборы, чтобы люди не бегали, не подвергали опасности себя, и людей, которые, ну, просто едут. Либо надо как-то повышать комфорт, чтобы, если тут остановка, надо делать сразу переход, и люди могли безопасно перейти не в обход куда-то, а именно где нужно. Да, я тебя понял. Ты, к сожалению, прав во всех пунктах. Но первый пункт – это то, что от автобусных остановок у тебя должен быть поблизости пешеходный переход. Например, на улице Балтийской, которую там, условно, лет пять назад новую сделали, да, от Рижского документального, да, у нас основки стоят так, что пешеходы ходят в другом месте. И иногда, я даже сам лично видел, что люди с детской коляской перелазят через... Даже с коляской? Да, потому что там места протяжения, то есть выходы со двора, места протяжения, куда они идут, к новой школе, да, они сделаны совершенно так, чтобы люди специально шли, нарушали. Никто об этом не думал. Все думали, автомобилисты, да, им сделали дорогу, а пешеходы вот туда 300, туда 200, ну, потом еще вернись. В итоге у тебя простой маневр между 20 метрами превратился там почти, что круг в километр. В этой части это, конечно, просто неправильно, а также по требованиям нормативов у нас, в частности, я с построен 2, у нас вообще пешеходный, я с шестой, существующие пешеходные маршруты должны сохраняться. Если люди ходят здесь, есть объект протяжения, надо все-таки делать так, чтобы он ходил. Такие примеры, вот у нас улица Индустриальная, да, после реконструкции с улицей Инженерной. Как ходили они в магазин, так там теперь и натопнуло, как не было пешеходного перехода, так и нет. И улица с Олейным переулком. Это прям огромный перекресток, где сейчас там многие едут. Ну, там просятся, на самом деле, пешеходный переход. Там просто люди, идущие с частного сектора, чтобы попасть на, перейти как вот эту улицу Кузнецкую, попадающую в Индустриальную. Вот как? По факту там должно идти очень далеко. Но, опять же, про пешеходов там никто почему-то не подумал, и теперь пешеходы там, там они переходят редко, но они есть. Но было бы узаконено, люди бы ходили чаще. И вообще вот все существующие пути, существующие застройки, как, например, улица Свердлово, когда убрали, это было грубое нарушение норматива. Но почему-то норматив у нас контролирующие органы читают специфически. Поставить СТФО ранее поняли почему, а поставить островок безопасности, как говорит Владимир Анатольевич, мешает ширина проезжей части. Но я напомню, что ширина проезжей части позволяет даже на двухполосных дорогах поставить островки безопасности без появления рисков. Есть целый огромный норматив. Но, к сожалению, госавтоинспекция не является аттестованными специалистами, поэтому они, возможно, про него не знают. Я вам каждый раз по этому рассказываю и не хотят о нем узнавать. Но мы будем пытаться, чтобы обезопасить наших пешеходов, потому что, вернусь к светофорам, светофоры, они, я считаю, частично даже вредны. То есть на ваших магистралях они полезны, но у нас таких в городе нет. Но это и поток может содержать. Мы не берем на густую часть пика, на единичную, а вот, например, Кокотерский и Иридский проспект, был бы срок безопасности, у тебя пешеход бы переходил бы спокойно, и под поток бы не вставал. А когда у тебя светофор, он перекрывает поток, а там 10-20 секунд, ты можешь где-то проехать между пешеходами, они не все идут прям плотно. То есть, если у вас взаимовыжение, у вас будет получаться все это выходить, и вы как-то будете всем выражать. А в итоге сейчас у нас все это рано-поздно встанет. Ну вот мы, кстати, как раз коснулись темы того, что на пешеходных переходах. И вот на сайте Псковской ленты новостей не так давно выходила статья, если интересно, можете ее найти. Называется «10 инноваций, что видели пешеходные переходы в Пскове за последние 10 лет». То есть это начиная от инноваций таких, как даже, не знаю, маячки на маяке были у нас, это проекционные… Некоторые даже мы предлагали, они даже гетоком уголят, да, но мы там предлагали были проблемы с освещением. Я вот все-таки сейчас поддерживаю позиции, что то, что у нас сделано сейчас на улице, на новой улице Кузбасской дивизии и улице Инженерной, вот эти мигающие, это все… Это умный пешеходный переход он называется, когда человек… Я бы сказал, это просто мишура, вот новогодняя, да. Она по факту не помогает. Давай поясним Николай сейчас нашим слушателям о том, о чем мы говорим. Я даже еще подскажу, нас можно не только слушать, а еще и смотреть. Смотреть, да, в группе на YouTube-канале Псковской ленты новостей. То есть мы говорим про пешеходный переход на Инженерной и теперь на Кузбасской дивизии. Да, но они чуть-чуть разные. Принцип примерно один. Принцип примерно один, да. Когда человек подходит к прежней части, начинает мигать красным светом, ну, информируя автомобилистов о том, что… Это Инженерная, на Кузбасской еще пока будет настроено, но все равно. Что такое красный свет на опоре? Ты знаешь по ПДД, а по ГОСТу? А его нету. Ну, это… И возникает вопрос к ГОСТу инспекции и контролирующим органам. Почему средства, не входящие в организацию дорожного движения, не прошедшие аттестации, не являющие экспериментом, используются на дорогах? А как тогда быть? Что бы ты посоветовал устанавливать? ГОСТ, четко прописывать. Стравки безопасности. Стравки безопасности в том числе. Самое главное, у нас… Мы несколько лет назад выходили из ГОСТа инспекции. Я думаю, что в этом году мы это сделаем и пустим наш старый ролик обеденим. У нас просто ролик не вышел об этом, но у нас было сделано. Мы вышли на многие пешеходные переходы из ГОСТа инспекции ночью. У нас есть аттестованные люксометры, у них есть тоже. И мы проверили. Освещение. Освещение. И? Только один прошел. Но это, кстати, большая проблема. Мы об этом чуть-чуть отдельно говорить. И у нас возникает вопрос, для чего мы ставим эти все инновации, тратим огромные деньги? Давайте мы сделаем хотя бы один хороший… Освещенный переход. Освещенный по ГОСТу с понижением. То есть совсем обустоящее, что требует ГОСТ. Мы не можем его выполнить, но мы находим миллионы, или нам почему-то их дают, вот эти мишуры, и мы их ставим. Ну да, получается, что если пешеходный переход, он обладает островком безопасности, он освещен и понижение сделано, то он особо не задерживает поток, потому что пропустили, поехали. И пешеходы видно заблаговременно. А не как у нас. У нас, видишь, еще надо подходные пути, они должны тоже быть подсвечены. А у нас получается очень часто, что пешеход появляется чуть ли не из темноты. Понятно. Это была программа «Городозор» на ПЛН-ФМ, и мы ее ведущие Николай Мельков и Александр Ильисеев. Спасибо, до новых встреч. Пока.